С момента выхода третьего Ведьмака прошло уже почти 7 лет, и в то время как все фанаты с нетерпением ждут анонса игры Ведьмак 4, я считаю, что эта игра никогда не должна выйти. И сейчас я расскажу вам почему. С вами Найтмер, поехали! Ведьмак 3 вышел в далеком 2015 году. Эта игра завоевала сердца геймеров по всему миру, получила огромное количество разных наград. И даже сейчас, спустя столько лет после выхода третьего Ведьмака, сложно сказать, какая игра смогла бы с ней сравниться. И конечно, все любители Ведьмака задаются вопросом, когда же выйдет Ведьмак 4? Выйдет ли он вообще? И разработчики четко говорили, что история Геральта закончена. В то же время все понимают, что новая игра по вселенной Ведьмака выйти должна, но главным героем, скорее всего, будет уже не Геральт из Риви, а либо Цири, либо какой-нибудь новый персонаж с абсолютно новой историей. На данный момент нет никакой точной информации ни о дате выхода, ни о том, ведется ли вообще разработка 4-го Ведьмака, ни о том, кто будет главным героем этой игры. Всем лишь понятно, что новая полноценная игра во вселенной Ведьмака выйти должна. Игры — это развлечение только для самих геймеров, и отчасти для разработчиков. Для издателей же это бизнес, и это огромные деньги. Вселенная Ведьмака — это дойная корова, и ее просто так не отпустят. Поэтому я на 100% уверен, что Ведьмаку 4 быть. И казалось бы, что тогда гундеть, если мы все получим новую игру по вселенной Ведьмака, долгожданное продолжение? Если бы все было так просто. Взгляните на современную политическую ситуацию. Взгляните на сериал Ведьмака от Netflix. Взгляните на трейлер сериала по «Властелин колец». Если в далеком 2015 году польские разработчики могли забить на всю эту повесточку и сделать игру просто для ее фанатов, сделать ее такой, какая она должна быть, то я очень сильно сомневаюсь, что в 2022 году такое возможно. Но это сейчас, а игра еще даже не анонсирована. Когда она выйдет, неизвестно, сколько еще пройдет лет, сколько еще пройдет событий. А сейчас давление со стороны людей, которые поддерживают и продвигают всю эту толерантность, политкорректность, оно возросло стократно. Разработчиков игр, создателей фильмов, которые не добавляют в свои фильмы разных героев с расовым разнообразием, с гендерным разнообразием и все вот это вот. Их не выдвигают на разные номинации, их не награждают. Появляется все больше скандалов на этой почве. Издатели терпят большие финансовые убытки. И что вы думаете, поляки не поддадутся и сделают четвертого Ведьмака без расового и гендерного разнообразия? Давайте посмотрим на Киберпанк и вспомним, как разработчики под этим давлением убрали половое разделение во время создания персонажа. Многие, конечно, скажут, да и фиг бы с ним, убрали и что, как это вообще, на что это влияет. Да и в целом, вселенная Киберпанка, она в принципе не исключает подобного и почему бы, собственно, и нет. Но это уже показатель того, что разработчики введутся на всю эту тенденцию. И скажите мне, вы бы хотели все это видеть в Ведьмаке 4? Хотели бы вы видеть афроамериканских эльфов? А у меня такое предчувствие, что мы увидим. Помимо всей этой политической ситуации, вспомним, опять же, релиз Киберпанка. Вспомним его, можно сказать, провал. Вспомните его оптимизацию. Вот представьте, что вышел бы в Ведьмак 4 такой же кривой, неиграбельный, с кучей багов, с отсутствием внимания к разным деталям, которые мы все так любим в играх. Не хотелось бы, чтобы новая игра по вселенной Ведьмака была такой. Но случилось, что случилось. Просто представьте, какое количество проблем сейчас внутри студии CD Projekt Red. Поуходили старые разработчики, которые работали над тем же Ведьмаком. Я вспоминаю ту же серию Assassin's Creed, которая когда-то была одной из моих любимых. Что с ней стало, когда ушел создатель серии Патрис Дизеле, когда поуходили разработчики, которые отвечали за первые несколько частей. Серия стала просто таким невыносимым говнищем, о котором даже подумать нельзя было лет 10 назад. И я боюсь, что Ведьмака может постигнуть та же участь. Руководство может меняться, к власти могут приходить люди, жадные до денег, которые хотят все больше и больше, которые просто будут доить серию ради бабок. И найдутся люди, которые будут это хавать, так же, как сейчас люди хавают Assassin's Creed, несмотря на то, что от первоначальной, к вообще задумке, концепции, от сюжета, в ней не осталось абсолютно ничего, кроме названия. О чем я говорю, когда люди каждый год покупают одну и ту же FIFA, которая с 2009 года, по-моему, не претерпела никаких вообще изменений. Люди, которые будут все это потреблять, они всегда найдутся. А страдать в конечном итоге будем мы с вами, любители серии Ведьмака. И после всех моих доводов, вы еще хотите, чтобы вышел Ведьмак 4? Лично я был бы рад, если бы история закончилась так, как она закончилась. Чтобы она закончилась на хорошем, чтобы мы помнили это хорошее. Да, разработчики добавляют какие-то интересные сюжетные обновления в Гвинте, делают вот эти вот Гвинтоподобные игры, анонсировали недавно еще одну игру Золотой Накер. И пока вроде бы все хорошо, но что касается именно полноценной игры по вселенной Ведьмака, вот за нее я очень беспокоюсь. Я попрошу вас написать свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу игры Ведьмак 4. Ждете ли вы ее, хотите ли вы, чтобы она вышла? Как вы думаете, удастся ли полякам не прогнуться под всю эту современную повестку и сделать игру для нас с вами? Как говорит один известный блогер, хотелось бы верить, но верится с трудом. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять свои комментарии, ведь это очень сильно помогает этому каналу в продвижении. Всем спасибо за просмотр, с вами был Найтмэр, увидимся в следующих видео.